Девушки отдыхают 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 Я к чему веду? К тому, что у него не было лицензии, у него не было медицинского образования, там были какие-то аферы. Он стал вашим агентом, у вас случилась любовь. У нас случились с ним близкие отношения и любовь. И когда мы уже хотели пожениться, прозвучало вот это дело. То есть ему позвонили и сказали, что он должен явиться в суд. Его посадили? Его посадили, да. Ну смотрите, он дважды преданный, первой женой, для которой он столько сделал, и для вас. И как только появилась вот эта самая трудность, вы уехали в Москву. Я уехала в Москву, потому что не смогла там остаться. А вот когда вы еще раз вернулись? Потому что он единственный, кто обеспечивал меня работой. А вот когда вы и зачем вы вернулись снова в Израиль, встретили будущего своего мужа, отца своего ребенка? Я хотела работать, я хотела, наверное, еще раз приехать, потому что у меня было очень много друзей в Израиле. То есть я продолжала ездить туда. И в этот момент... Вы знакомитесь? Я знакомлюсь с Шаем, да. Израильтянин, красивый, молодой? Да, красивый, молодой, неженатый. И у которого не было детей, и который очень хотел найти русскую, молодую, красивую девушку. Все хотят быть богатыми и счастливыми? Не все. Я хочу быть просто счастливым, допустим. Я хочу быть просто богатым, сказал Бога, да? У него были серьезные намерения, как вы думаете? Я думаю, что да, но он был не готов к браку. А поняли, что он не готов, когда объявили ему о беременности, да? Я объявила ему о беременности, это ему понравилось. То есть он хотел ребенка, да, его это обрадовало. Но он стал сомневаться, наверное, где-то на месяце пятом. Он думал, что, может быть, и не его ребенок, потому что он не знал, насколько он может вообще иметь детей. И когда он мне рассказал всю историю о своем здоровье, я поняла, что, в принципе, как бы я до этого человека совершенно не знала. Что вы были просто подопытным... Обманута. ...кроликом в его руках? Его отец хозяин мраморной фабрики. Он хотел, чтобы его сын начал все с нуля. Поэтому устроил его рабочим на плиты, связанные с мраморной крошкой. То есть он должен был делать плиты из мраморной крошки. Она содержит определенную радиоактивность. И несмотря на то, что рабочие работают в масках, какая-то часть мраморной пыли попадает в легкие. Это вызвало проблему с легкими, а потом с почкой. Почка отказала, перестала работать, и мы сделали пересадку. И когда ему сделали пересадку, ему нужно было пить специальные лекарства, которые помогают для того, чтобы не было отторжения. Но без почки тяжело жить. У меня есть знакомые, которые живут с этими аппаратами, ходят, им каждый практический день какие-то переливания, вливания делают. И он сомневался, способен ли он зачать. Да, и это еще сильно повлияло на его организм. То есть разрушились хрящевые... Вы ни о чем этом даже не догадывались? Нет. И вот когда вы объявили ему о беременности, сначала он удивился, потом обрадовался, смешанные чувства, что все-таки он может стать отцом, но не был уверен, здоров ли будет ребенок. Да. И он вам сказал, родиться здорово и женюсь? Да. Ужас какой. А вы? Я сначала сомневалась, потому что я все равно хотела родить ребенка там. И я хотела сделать... А на каком сроке? Чтобы он, во-первых, был... Вы сказали о том, что подвергаете огромному риску неродившегося ребенка. Это был пятый месяц беременности. Даже пятая беременность. Пятый месяц. Это месяц. Это что у нас вводит? Пятый месяц. Я реально путаю. Я так говорил, она не знала проблемы со здоровьем жениха своего. Диагностика брестящая. Да, поэтому мне постоянно делали УЗИ. Мне делали каждую неделю. И сказали, что ребенок развивается хорошо. Мне сказали хорошо, только на пятом месяце мне сказали, что у меня маловодие и могут быть какие-то проблемы. Ну, ладно. Все. Родился ребенок. Родился ребенок. Он исчез на каком моменте? Или вы от него? На восьмом месяце беременности я уехала в Петрозаводск. Рожать в Москву. Ну, в Петрозаводск. А почему не рожали в Израиле? Потому что он сказал, что это будет очень дорого, если будет что-то не так. Течение беременности будет серьезное. И так как у меня нет страховки, и я пока не готов жениться, мы поженимся с тобой, когда родится ребенок. И лучше его родить в России. Знаешь, она мне напоминает Машу Малиновскую. Очень похожа. Очень похожа. Она только тогда улыбается. Очень, да. Очень по-израильски. Правда? Сэкономил уже на жил. Правда? Правда. Правда. Ну, конечно. Ну, а почему нет? То есть, скажем честно. Да? Понятно. Ну, наверное, все разные. Потому что мужчина обычно сначала женится с согласием мамы, папы. Должен всех предупредить, должно всем понравиться. Отец очень хотел, чтобы мы поженились. Так что же он не помог отец родить вам в Израиле? Почему же вас как собачонку эксперимент такой выгнали буквально в Россию? Он очень хотел, чтобы я осталась. Если бы он хотел, чтобы там остались. Ой, не знаю. Какая-то темная, ужасная история. Вы задавали вопрос ему, когда он только заикнулся о том, что если родишь здорового ребенка, женюсь. А если нездорового, если не родишь, что дальше? Не женюсь. Почему? То есть, это должно было уже многое сказать. Так, все, за трейдами. Я запутался тоже. А, не ребенок здоровый родился до конца уже? Да, здоровый ребенок родился. Если родился здоровый ребенок, и вы объявились о нем, почему? Или вы считали унизительным такую историю? Я не хотела возвращаться. То есть, вы были обижены, оскорблены? Да, то есть, он позвонил мне, спросил, здоровый ли ребенок. Подонок. Когда он узнал об этом, он сказал, что я хочу пожениться. И я приготовила тебе очень красивое кольцо. Я сказала, что извини, но я передумала. Я занимаюсь квартирой, я хочу переехать в Москву. Скажите, не приезжали его родители посмотреть все-таки кровь? Нет, я никого не звала в гости, и он до сих пор хочет приехать, но я не дала ему видеться с ребенком. А вот по законам чего-нибудь-то это нет? Ну, то, что он российский ребенок, это понятно. Конечно, если вы зададитесь целью, вы можете его просто раздеть, разуть, подать в суд, рассказать всю эту историю. Конечно, если вы захотите. Ребята, ну я не богатый бизнесмен, вы все это прекрасно знаете. Я не могу, не буду спонсором. Мне нужна моего уровня девушка. Ей богатый бизнесмен, в случае не в качестве спонсора, мне кажется, интересует, это в качестве просто какой-то... Беззаботная жизнь, чтобы не думать об этом. Значит, помимо ребеночка, вы можете предложить уют бизнесмену богатому. Все, да? Уют, но также я, в принципе, построила квартиру в Москве. Молодец. Вот на ваши гонорары? Нет, мне еще помог папа, то есть у меня были просто большие деньги отложены. А папа у нас кто? Это мне очень нравится. Папа кто у нас? Папа у меня моряк дальнего плавания, старший механик. И что, квартиру в Москве по морях дальнего плавания механик вам помог построить? Ну, достаточно, в принципе, он неплохо зарабатывает. Квартира большая? Нет, она небольшая квартира, но она в новостройке и не в центре. А, ну, прекрасно. Все равно, в 26 лет иметь свою квартиру. Кто вам помогает ребенком, и с вами ли он? Мне помогает сейчас только няня. Сколько, и кто у вас мальчик, девочка, как зовут? Девочка Анжелина, полтора года. Ой, и няня сейчас нет. Да. Анжелина. Маленький. Маленький, малявочка. Ой, я люблю детей вообще. А скажите, а что для вас большим предательством будет? Измена мужа или его банкротство? Я думаю, что измена мужа. Банкротство у меня уже было. Так нет, у вас и не было ничего. Если ребенок должен учиться за границей, в престижном, очень дорогом ВУЗе, то она не найдет понимания у меня. Ну, если вы хотите бизнесмена, состоятельного человека, кто вам может запретить желать этого? Поэтому мы посмотрим. Если сегодня будет такой состоятельный, и вы ему понравитесь, то я не вижу причин. Друзья мои, а вы давно знаете Анну? Давно, я около 10 лет. Сказать, Анна приехала тогда в Москву, а я занимался фотографией, и вот первые модельные съемки для журнала «Автомобили». Вот мы тогда и познакомились, я снимал. Вы фотограф, да? Да, я тогда... А я никакого отношения к модельному бизнесу не имею. Я занимаюсь инженерингом, да. То есть я, в принципе, человек творческий. А Анну знаете давно? Анну я знаю 4 года. У вас были отношения? Нет, не было отношений. У нас была общая подруга. Если она позиционируется как успешная женщина, то надо искать родственную душу, надо искать... Да, любовь, яркое чувство. А вот это, богатого бизнесмена, это желание... Ну, это похоже на какое-то примитивное, простите, спаривание. Да, да, да. Вот вас что делает счастливым? То есть муж как должен вас осчастливить? Шубу вам купить? Или, я не знаю, быть очень общительным? Вот инструкцию дайте хотя бы по самому главному, приоритетному. Потому что если, допустим, шубу не купят, десятую, а будет вам объяснять, потому что у вас 9 есть, будьте несчастны. Вот, относительно вашего ответа, я вам и дам рекомендацию. Я считаю, что мужчина должен зарабатывать. То есть, вот, главное, что... Кстати, сколько? А то сейчас такие обманщики... Ну, судя по тому, что не последовало никакого эпитета, много подразумевает. Много это сколько? Немного, среднее. Он должен просто зарабатывать и уметь... Миллион в месяц хватит? То есть, он должен содержать семью, да? Миллион, говорю, в месяц хватит? Или побольше надо? Да нет, это я думаю, что очень много. Очень много? Да, конечно. А сколько тогда? 50 тысяч хватит? Нет, 50 тысяч тоже не хватит. Для Москвы это... Средне взвешено статистическую зарплату. 200 будет очень хорошо. 200 тысяч? Это от. Я считаю, что мужчина должен зарабатывать. Правильно. А почему нет? Ну, мы зарабатываем, мы мужчины. Мы зарабатываем. А ко мне ты думаешь, рублевки что, не приходят, что ли? Вот они приходят. Сама ворвиху езжу чуть не каждый день. Ну, конечно, поэтому ты и у них берешь огромные деньги. Поэтому ты совершенно не понимаешь, как сегодня живет простой народ. Мы, например. А что ж, я не отказываюсь, когда дают-то. Да? А есть люди, которым не дают. Вот я и спрашиваю, они же непростая пришла. А тебе говорят 200 тысяч, а ты говоришь, какой бизнесмен? Так нет, я же не знаю, какой ей нужен. Ну, 200 тысяч, так мне-то все равно, значит, прошу работать будет. Это, господи, на 200 тысяч. Бывают ремена хорошие, бывает не очень. Бывают очень хорошие. Ну, суть по вам, у вас не очень. Ну, не знаю. Или очень. Оно в одном месте хорошо. Нет, ведь вы не женаты, я вас быстренько к себе, к рукам приберу-то. Я не женат. О, все, заметано. В общем, я буду с деньгами. 200 тысяч, справка 2 МФДЛ. Что, может нам сразу уходить? Слышишь, у нас нет же 200 тысяч. Белый флаг так сюда повесить. Анечка, вы выглядите несчастливой женщиной. Я так подозреваю, что радостных дней у вас было очень мало. Поверьте мне, конечно, мужчина должен работать и должен зарабатывать, но не это главное. Хотелось бы, чтобы вы встретили мужчину, который вас отогреет и которому абсолютно будет все равно, что у вас было в прошлом. Который сегодня осчастливит вас и вашу девочку. А это как? Он просто вас выдернет. Вы очень сегодня напряжены, очень нервны. Там нелегко. Вот, я буду сегодня искать мужчину, который вас расслабит. И пообещает вам, и сдержит свое слово, хорошую жизнь. Когда у женщины, как у вас, Анна, в гороскопе браком управляет Марс, который оказывается в знаке рака, происходит следующая ситуация. Рак для Марса, это место, с одной стороны, его падение, то есть большой недостаток. А с другой стороны, Марс в раке в своей стихии. То есть у него могут оказываться все-таки какие-то небольшие достоинства. Не, если все время посвящать себя одному и тому же, ну, это прям... Ну, я не говорю про мужчину и женщину, я говорю про девять, но все равно... Ты покажешь, как это может быть. Вот у женщин вашего типа случается история, что они фиксируются на небольших достоинствах мужчины, или на том, что им кажется достоинством. И при этом обретают гигантские возможные недостатки. Например, он может неплохо зарабатывать, но при этом его характер вынести невозможно, и забывается, и уровень дохода, и все что угодно. Поэтому я, со своей стороны, буду сегодня вам пытаться открыть глаза на достоинства мужчины, но и на их недостатки тоже. Я считаю, что вам придется стать в жизни более разборчивой, с одной стороны, более требовательной к себе в отношениях с мужчинами, а с другой стороны, вам нужно выбирать не по достоинствам, а по отсутствию недостатков. Уже через несколько минут наша невеста познакомится с первым женихом. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Анна». Встречайте первую жениху. Аня, привет. Меня зовут Алексей. Очень рад нашему знакомству. Надеемся, что мы идем отсюда с тобой вместе. Спасибо большое. Спасибо. Прости, чувак, но он красавчик. Я знаю, что у тебя есть очаровательная дочь. Это вам. Ой. Это ей. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, дорогой. Ну, это на память тоже тебе. Ага, спасибо. Хозяюшка, у нас передача серьезная. Да, но мне хотелось бы, чтобы подошли мы к этому немножко с иронией. Ой, какая прелесть. Ну, это Розия. Нет, всем нам. Нет, это тебе в офис. Ну, заберу я. Сберу я, но пускай она пока тут со всеми стоит. Спасибо, Алексей. Вы пришли с кем? Я пришел с своим другом Владимиром. Чтобы узнать о вас получше, давайте посмотрим на экран. Алексей. 45 лет. В прошлом военный. Сейчас успешный бизнесмен. Путешествует по миру и увлекается мототуризмом. Гордится тем, что в жизни всего достиг сам. Предупреждает, что его избраннице придется постоянно заниматься саморазвитием и смириться с его чрезмерной чистоплотностью. Бывшие супруги Алексея везде мерещились его измены, и она подала на развод. Уверен, что Анна не станет ревновать его по пустякам. Алексей. А она действительно была в заблуждении? И только мерещилась, что вы ей изменяете? Нет, она действительно была в заблуждении. Скорее всего, поводом послужили подружки, которые постоянно говорили об этом. Где-то меня видели, с кем-то меня видели, но на самом деле это все были... Завистницы? Деловые. Ну, как правило, да, что я мало видел женщин, которые, в принципе, радовались бы по-белому за своих подружек. А не по пустякам она станет его ревновать? Ну, такой. Вот мне тоже такой же вопрос. Ну, молодец такой. Мужчина был, крепкий, да, уверенный в себе. Вы ведь с ней познакомились, когда вам было чуть ли не по 15 лет? Да, ей было 13, мне было 16 лет, да, мы познакомились у меня в городе, она приехала к бабушке. Удивительное дело. Да, мы стали играть в теннис, в шарик упал, мы встретились с глазами и вспыхнуло чувство, которое мы с ней пронесли. Боже мой. До 18-ти потом я сделал предложение. А, и у вас прямо все как положено, женились, через 8 месяцев родился ребенок. Да, все правильно так и было. Потом родился второй ребенок. Да, второй ребенок тоже родился, сын, тоже как я хотел, так получилось. И тут вы прокалываете себе ухо, надеваете бриллиантовую серьгу, пинжак, загораете, ездите на модные курорты и думаете, а что это мне так жена ревнует? Мне кажется, что он подошел бы больше. Они созданы друг для друга. Мне кажется, да, потому что она любит постарше, постарше. Я буду для нее сильно молод. В общем, когда она вас беспочвенно уже утомила в своей ревности, вы решили ей по правде изменить, чтобы хотя бы было задело. Ну, спустя много лет я могу сказать об этом, да, совершенно верно, чтобы, по крайней мере... А соснались? Нет. Ну, то есть сам для себя знал, да? Да, так было. То есть так изменил для себя. Конечно. Прямо вот для себя. Не в службу, а в дружбу. Да. Постоянно парилась на тему, изменяет он или нет. И искала эту причину везде. И однажды нашла. Это один вариант. Второй вариант. Действительно накосячил. Леш, и сколько продлился этот период распада? Распада чего? Семьи. Вот прежде, чем вы приняли решение, что разводитесь. Как бы к этому все шло, причинно-следственная связь очевидна. И что стало последней каплей? Последней каплей? Даже сейчас припомнить не могу. Ну, как-то так получилось, что уходи. Он ее не возьмет. Нет. Почему? А? Почему не возьмет? Устаревшие активы. О чем мы столько говорили с самого начала? А когда узнали, что у мамки появился какой-то дяенька? Ну, это спустя два года произошло, когда... Вы решили вернуться? Да, вернуться. То есть попытаться все-таки, ну, дети, семья, ну, святое, скажем так, для меня, да. Поэтому думаю, ладно, накосорезили оба, да, попытаемся все заново начать, да. Ну, я почувствовал, что когда у женщины есть другой мужчина, да, и, ну, нет искренности, нет правды в глазах. Если вы уже решили начать все сначала, ну, и на это бы тоже закрыли глаза. Нет, дело в том, что здесь важно не то, с кем она была, а то, как она себя вела. То есть, да, то есть, если я какие-то попытки навстречу делал, да, то эти попытки, они нелицеприятно обсуждались со вторым человеком. Да, и вы решили с ним выяснить отношения? Нет, отношения не выяснял, я просто объяснил, что если у тебя серьезное намерение, да, вперед, то есть я рад, что у моей бывшей жены, да, бывшей можно так назвать, то есть, да, то есть она человек, она человек... Ты сказал, ты чего выяснил с ума, что ты сошел, у меня жена, и у меня все хорошо со своей женой. Ты не твой конкурент, ты не твой конкурент. Заводись, заводись, давай-давай. На левой крови глаза. Сколько вашим детям лет, Леш? Старше 22, младшему 16. Взрослые дети, вы их уже вырастили, а у Анечки ребенку полтора года. Отлично. А еще хотите детей? Да. А вы? Да. То есть общих детей хотите? Но я, например, не вижу каких-то особых препятствий к тому, чтобы у вас случились отношения. А вы вот... И разница в возрасте не так заметна. Сейчас мы посмотрим в глаза Ане, и я думаю, что мы поймем. Ну, по крайней мере, пока я видел скучный взгляд. Хочу на сюрприз посмотреть. Давай представим, что у нас насупили семейные будни, да? К нам идут гости, и мы должны приготовить быстро какой-нибудь легкий веселенький салатик, да? Для этого я приготовил креветки, кукуруза, огурцы. Ну, не помню, какой соус нужен для этого. То есть здесь есть, по вкусу выберешь, да? А тебе самое благодарное – яйца порезать. Хорошо. Опасную работу доверять – яйца порезать. Полукольцами. Кольцами? Полукольцами. Вот такими, да? Получилось. Ну, я не знаю, ты женщина, не я. Смотрите, как едет. Выкладывай. Вот так вот полукольцами. Да, вот это полукольцами называется. Так, теперь мы это огурчиками засыпем. Режь, режь. Ага. Я пока режу. Да, да, да. А ты помогай. Стараюсь. Так. Еще порцию засыпай. Ага. Да, покормить тебе точно нужно. Это сюда. Достаточно? На 103 минуты. Так, теперь это все по слоям. Угу. Так. Подожди. Так, теперь сверху креветки. Много? Ну, такой продукт специфичный, конечно, много. Зацени. А мне? Не? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да. Пойдет. Да. А не хотите на тарелочке положить и угостить друзей? Очень хотим, но боимся. А вы не бойтесь. А ты возьми побольше тарелочки. Или мне положи молодого? Боимся. Заодно посмотрим, какая хозяйца из Ани. АПЛОДИСМЕНТЫ Так я сам себя могу накормить. Хватит, Леша, самого себя кормить. Должен быть тот человек, который меня кормит. Домохозяйкой. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, кухня это вообще не женское дело. Анатель пельмешка в своем. Владимир, забирайте своего друга, он такой молодец. Послушайте, что мы там будем говорить, когда вы в эссенте в своей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пробуйте. Ну что, нравится вам и салат, и как вам жених? Правда? Жених серьезный. Он жесткий, он серьезный, он мужик. АПЛОДИСМЕНТЫ Подготовился. Видишь, если друзья говорят, то уже процентов на 90. Видно, намерения какие-то есть. Я не знаю, скорее всего, серьезные. А какая хозяйка, Анна, вот когда вы к ней в гости приходите? Отличная. Аня, как вам жених? Мне очень понравился. Очень приятный мужчина. АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего не смутило? Нет, меня ничего не смутило. У него довольно взрослые дети. Я думаю, что мне бы было интересно с ним пообщаться. А представляете, как подготовился? Да. Как подготовился. Такой молодец. Роза? Ну, я тут по пунктам. Не жадная. Дай глянь, что подарил. В коробке-то что лежит? Что там такое? Ну-ка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наверное, да? Хорошенькие. Бриллианты? Ну, я и так издали не вижу. Ну, в любом случае, дочки, дочки, для дочки будут прекрасные сережки. АПЛОДИСМЕНТЫ Не жадные, короче, не жадные. АПЛОДИСМЕНТЫ Как ты думаешь, если зайдет к нам? Ты выйдешь? Да, я выйду. Вот единственное, пугает мне вот эта вот вещь. Не символически ли, что тебе придется вот еще одного тащить? Вот так вот, таким образом. Ну, ладно, будем считать, что это шутка. Но главный минус, жирнейший, далеко живет. Да. Вот это не наездишься, знаешь, а поближе, чем Израиль. Это рядом, 8 часов езды на поезд. А нам надо цикли. Евросоюз. Близко. Это не Израиль. Границы никто не закрыл. Все говорят по-русски. Ваша квартира может сдаваться. Может сдаваться квартира в Таллине. Да, слушай, на самом деле для меня тоже вопрос на правильное зло. А как планировать быть дальше? То есть Москва там или еще там куда-то, то есть? Да, ну, это уже при дальнейших отношениях серьезных. Сейчас-то это что, сразу прям? Взрослый, как красиво презентовал, всех уважил, прекрасный друг. Сюрприз просто нет слов. О чем вы думаете? О чем? Если нравится, верный, сколько лет прожил в браке. Ну что вы, нужно быть слепой женщиной, чтобы не увидеть, что это прекрасный жених. Вот мне кажется, что уже даже по внешнему виду вы составили с собой такую достаточно органичную в своем роде пару. Он любит женщин ярких, увлекается. Ему нужна уверенная в себе. Вот уверенности вам и не хватает. Вы человек достаточно закрытый и пока действительно этой уверенности не выдающий. Нужна пробивная, та, которая будет все-таки работать. Я действительно люблю ярких, активных, даже борзых, можно сказать, женщин таких, знаешь. Властных? Не-не-не, волчиц таких, чтобы ушел из дома и знал, что домой придут. Но при этом она должна и ему давать возможность иметь свои части личной жизни, куда они будут заглядывать. И у нее тоже должна быть какая-то лагуна, куда его корабль не заходит. То есть должны быть не пересекающиеся части биографии у вас и у него. Если вы готовы простить мужу какое-то свободное пространство и самой на это время тоже уметь уединяться, заняться чем-то своим, тогда да, вполне можете его выбирать. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Не пропустите нового жениха. Совсем скоро мы с ним познакомимся. В эфире «Давай поженимся» у нас-то Диана. Встречайте второго жениха. Привет, Анна. Меня зовут Игорь. Я не поступлю с тобой так, как выступили предыдущие твои мужчины. Ты очень мне нравишься. Спасибо. Кто пришел вас поддержать? Мои друзья. Мой тезка Игорь и Владимир. Очень приятно. Давайте с нас посмотрим. Игорь. 49 лет. Генеральный директор крупной обувной компании. Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Занимается яхтенным спортом, кикбоксингом, дайвингом и мототуризмом. Предупреждает, что любит остро пошутить и никогда не свяжет свою судьбу с обладательницей крупных коленок. Жена Игоря погибла в автокатастрофе у него на руках. Надеется, что Анна сумеет снова зажечь огонь его сердца. Я вам очень сочувствую. Сколько лет назад погибла ваша жена? В 2007 году, в августе, на следующий день после своего дня рождения. На ваших руках? Как это произошло, если можете? Мы поехали на озеро купаться, рядом с дачей. Дача на Валдае, у меня очень красивые места. И обратно я просто решил немножко попыпендриваться. И я на дороге слишком открыл газ. Машина перевернулась, никто больше не пострадал. Она была не пристегнута, она вылетела в окно, машина прокатилась по ней. Это... Я два года не помню своей жизни, просто не помню. А, он виновен. Он за рулем был, наверное. Да, да, да. Она не пристегнута в день рождения жены, на следующий день. У вас остались дети, она была не пристегнута, вы были в курсе. Вы были трезвым? Да, абсолютно трезвым. Я вообще очень мало употребляю алкоголь, практически не пью. В тот день не пил совсем. И жизнь у вас продолжается, а ее нет? Жизнь начала продолжаться, наверное, года через 3,5-4. Я был одинок 3,5 года. Я вам очень сочувствую. И деткам вашим. Детям сейчас сколько лет, Игорь? Старшая дочь у меня ровесница Ани. Сыну 15 лет. Вы прожили 27 лет вместе с женой, да? Да. А дети с вами? Старшая у меня живет отдельно, она вышла замуж, у нее все хорошо, ей повезло в этой жизни. Никому не пожелаешь, на самом деле, такого. Я просто переживаю. Каково ему сейчас жить с таким грузом? Понимаете, что сам и на вас смерть любимого человека. Вы оплакивали супругу 3 года, и у вас появилась новая любовь. Ну, там просто мне снесло крышу. Просто вот когда, как бывает, может быть, не очень некрасивое сравнение, я любил очень эту девушку, но, как значит, бывает, когда кошка приходит с улицы в дом, она почему-то ложится на чистую подушку. Я не поняла, к чему это сравнение. Вы просто были молодым, здоровым мужчиной. Вы влюбились в молодую женщину, в очень молодую, в юную. Ну, 20 лет не такая большая разница. 20 лет не такая большая разница, она вам в дочери годилась. Вы ей сделали предложение через 2 месяца? Даже чуть меньше. А она что? Она согласилась, я сделал это и предложение ее маме. Я подарил колечко красивое, я поговорил с ее братом. В общем, я уже мысленно строил, планировал семью, мечтал о детях. Но ничему этому не суждено было случиться. Потому что она с вами закрутила роман на зло своему возлюбленному, за которого как раз она собиралась замуж. Как один из вариантов. Потому что одни и те же события могут иметь разную мотивацию у человека. Я думаю, вот кандидат, который ей подойдет. У нас невеста с запросами. Кстати, вот вопрос по поводу затрохов, мне интересно. Нет, это вы, это мы сейчас по буфету как ларить или отходим. С ребенком маленьким. А что у вас в приданном? Ну у меня все, что ездит, плавает и даже летает. Что именно? Что? Ездит, плавает или летает? Он знаешь, значит у него, во-первых, яхтинг. У вас своя яхта или снимайте? У меня теплоход буксирный. С 17-метровый. Ну к ней лодочка там, это ерунда, покататься на лодочке. Ладили с заводов, мостов, пароходов. А я хочу посмотреть на сюрприз, который приготовил Игорь для девушек. Да, у меня сюрприз. Проходи, пожалуйста. Опять готовить. О, не забывай, когда мы еще на кухне. Опять? Это снова кухня. Опять что-то готовить? Но на этот раз, на этот раз, я маленько приберусь здесь, а ты мне поможешь. Это сюрприз будет сейчас, или что? На моей кухне? Я мою. Эти руки не боятся ничего. Я звезду для тебя открою и посуду перемою. Пожалуйста, протирай. Мы все будем делать вместе. Дорогие мужчины, в преддверии 8 марта обращаюсь к вам. Ну вы теперь поняли, как нужно мыть посуду? Да. А ты сделаешь это. К ней выходить после этого, скажи мне, а? Да, да, да. Это без цедания совести. Смотри. Это очень приятно, когда мужчина помогает мыть посуду. Я буду это делать, я привык это делать. Я делаю это 7 лет. У меня есть посудомоечная машина, но иногда мне лень ее заряжать, и я делаю это вручную. Спасибо. Спасибо. Спасибо, парни, проходите в свою комнату. Моложавый. Выглядит малыш с вами. Мне понравилось то, что он помогает мыть посуду девушке. Это очень приятно. Особенно, когда есть маникюр. А машина-то, разве что, у вас нет посудомоечной машины? Нет, у меня дома нет. Купить надо, дедочка. Маленькая кухня. А что, с маникюром посуда не моется, Вован? Ну, по крайней мере, у меня нет сережки бриллиантовых ухи. Понравился вам? Улыбаетесь сидеть. Он веселый. Он веселый, он задорный, он всегда будет такой. А разница в возрасте? Представьте, какой у него опыт богатейший. Ланечка, а вы видите себя рядом с Игорем? Я считаю, что он достаточно хороший мужчина, но меня пугает разница в возрасте. Боже мой, раньше она вас не пугала, когда вы были совсем юной леди, а сейчас она вдруг вас испугала. Четыре года всего между Алексеем-то. А вы нужны ему вот такая сидите, скучная, кислая. А почему кислая? А я не знаю, почему. Я совершенно не кислая. Жизнь вас так загнала, нет? Нет, я не чувствую себя, я чувствую себя счастливой. Что-то скучно она или устала? Честно говоря, вот я смотрю на нее, у меня такое впечатление, она сама не знает, чего она хочет в этой жизни. Анечка, ну у вас нет посудомоечной машины, но для этого не надо заводить мужа, чтобы он вам мыл посуду. Это вот, ну как бы в минус. Но, Игорь, побогаче будет-то, чем Леша-то. Ну богатство же не самое главное, главное, чтобы было счастье. Количество важнее, как не важно. Знаешь, деточку еще надо в садик, потом учеба будет, потом заграница, потом это. Так, ну что надо. А сексуальная жизнь? Ну. Ой, я думаю, тут Игорь будет такой живчик, как от первого месяца еще вас запритомит. Ну, вдовец, 49 лет, хорошо выглядит, прекрасные друзья, из замечательного города, моет посуду. Но мне кажется, лучше ему осчастливить и женщину лет 40, у которой приблизительно такое же было детство, юность. Ну, чтобы было что-то общее. Что он будет с вами делать? Я думаю, он за вами не угонится. А звезды вас? Он нуждается в женщине умной по-настоящему. Только так он будет счастлив. И я уверена, что если он выберет девушку совсем молодую, девочку, и даже обретет не ум, то, скорее всего, не обретет душевности и любви к нему. Очень сложно ему найти свое счастье, чтобы она была и молодой, и красивой, и умной, и подстать ему, и еще и сразу его полюбила. В нем на самом деле масса достоинств, еще раз повторюсь, но просто ум у женщин чаще сочетается с расчетливостью, чем с душевностью. А я боюсь, что без душевности он погибнет, потому что у него была хорошая семья, и психологически ему будет сложно, ну, поменять просто на молодое тело воспоминания приятные, которые были. Соглашусь с тобой, нужно искать кого-то среднего возраста. Но отношения с молодыми женщинами, как отраву, уже один раз попробовал, обратно не возвращаются. Короче, слили тебя, Игорек, слили. Ну, слили, ну что делать, да. Ну, что ж, ну что ж. Я предлагаю Ане встретиться с третьим женихом. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Аню, привет. Меня зовут Алексей. И у меня для тебя небольшой подарок. Цветы дарить не люблю, позже объясню почему. Здоровье женщины – это здоровье будущих детей. А может быть, судьба, о чем не шутят, и моих, возможно. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Молодец. Спасибо. Проходите. Красиво, Алексей, ничего не скажешь. АПЛОДИСМЕНТЫ С кем вы пришли? Я пришел со своими друзьями. Это Вадим и Борис. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень приятно. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас получше. Алексей. 30 лет. Режиссер монтажа прямого эфира. По образованию актер театра и кино. Предупреждает, что он очень сентиментален. И не мыслит жизни без регулярных интимных отношений. Мечтает построить дом в Подмосковье и привести в него хозяйку с высоким интеллектом. Бывшая жена Алексея тормозила его творческий рост. Поэтому в Москву он переехал уже без нее. Надеется, что Анна поддержит его во всех начинаниях. Ну, здравствуйте еще раз, коллега. А что закончили? Новосибирское государственное театральное училище. По специальности работали много? 7 лет. 7 лет, потом женились? Потом женился и ушел из театра. Потому что жена сказала, а теперь зарабатывать. А теперь Арбайтен. Да. Хватит, покрутил уже там одним местом. Ну, просто люди, не сильно имеющие отношение к театру, к искусству, как бы думают, что это все просто. Им кажется, что такое безделие. А она кто была по профессии? Она хореограф, фитнес-инструктор. Дети родились? Нет. Нет. А это осознанно вы не рожали детей? Да, да. Осознанно. Причем оба. Когда внутренне будем готовы. И она, и я. Любили, столько для нее сделали. Не жалко было? Не понимаю. Было сказано, что тормозила она меня в развитии, в творческом. Нет. Там не было как такового тормоза. Там именно не было возможности развиваться. То есть именно в творческом плане заниматься любимым делом. То есть это был не тормоз. Конечно, да, ей нужна была такая крестоматейная семья. Мама, папа, сын, собака, деньги, выходные на даче. Не совсем. Детей не хотел. Жену оставил. Да. Какой-то... Не, ну пусть выбирает. Вам нужен муж-актер, у которого то пусто, то густо? Не предпринимать. Он уже однажды предал свою профессию? Думал, второй раз он в этот... Нет. Меня самое главное не устроило то, что он не хочет детей. Как это не хочет? Он не хотел в предыдущих отношениях, не хотел детей. Да, он не хотел детей, и у него нет возможности как бы иметь детей. Послушайте, просто он в отличие от вас, извините за грубость, включил голову, когда планировал свою семью, рожать ему детей или нет, и куда. Ну я, например, счастлива с ребенком. Ну так и слава богу. И вот вы счастлива с ребенком, только ребенку хорошо бы еще полагалось полный комплект. И папу тоже. Нет, они четко все правильно размазывают. Ну, размазывают по доске. Так, а что? Ну, он как-то вообще непонятно. Ты, Каночка, что вас смущает в связи с профессией Алексея? Что вы так загрузили? Он актер, приехал в Москву, сейчас снимается. Снимается, да, но где он собирается жить? У вас. У вас, да. Нет, ни в коем случае. Он не позволит. Я не могу себе позволить это как мужчина просто. Да, мы с вами поздьем на съемную площадь. Прямо вот разбежались. Пока не на вопрос. А съемные площади тоже разные. Да, если это трехкомнатная квартира, то я готова перебраться. Да, а свою буду сдавать. А свою буду сдавать. Переезжать с ребенком к другому, переезжать с ребенком к мужчине на непонятную квартиру, чтобы свою сдавать. Мне кажется, ну пригласила к себе, что тут такого? Я не могу пригласить к себе, у меня очень маленькая же площадь. Сколько там метров? А потом 36. И что, а для чего она пришла сюда? Она с богатым пришла. Слушай, ну у нее 30 лет, ни хрена нет. Съемная квартира, что-то строит, брошенная жена. Но если, допустим, в голове у меня есть определенные цели по созданию семьи, то время распределять просто надо грамотно уметь. Алисей? Сколько съемочных ей предполагается в месяц? Немного, порядка 10-15 дней. Я знаю, что это такое. Почему мои подружки, которые снимаются в сериалах, одиноки? Кто будет терпеть? Она приходит выжатая, как лимон в истерии. Никакая просто выспаться, спать не может. Все на антидепрессантах, потому что, ну организм же не железный, он мстит. Ну он творческий человек, там у них отговорка, я творческий человек. И теперь сюрприз. Анют, ты уже очень много присутствовала на этой площадке. Ты сейчас сиди, отдыхай для тебя. Вообще кухня, я считаю, что это не женское дело, это мужское дело. Кухней должен заниматься мужчина. АПЛОДИСМЕНТЫ Снова дождь рисует мне На заблаканном окне Воничальный силуэт Мадонна Хоть бы улыбалась невеста, да? Я за него, Володя. Ты же словно первый раз Груст твоих прозрачных глаз Тот, кто видит твой попец Как-то сладонна Так, посуду. Салата хоть поешь немножко, но Что, я зря готовил, что ли? Нолишка сну стекла рукой И тот же тает Тот раз твой Мадонна Спасибо, Леша. Забирайте друзей и проходите в комнату. Сергей Дмитрий Как вам, Алексей? Хороший парень. Хороший парень, но Внутренне я его с Аней Пока не знаю Мне кажется, ей надо что-то более взрослое Более стабильное Более взрослые, стабильные Интересные, красивые Сексуальные, состоятельные При женах А у нас остатки А теперь посмотрим, сладкие или нет Что? Леша, она к тебе незаверимо относилась Она не знает, что она хочет Боится И я вас хочу, друзья мои, расстроить Вы ведь тоже не разбежались на Ане Жениться особенно А женились, наверное, с расчетом Какие-то отношения Правда? Аня тоже на очень большого любителя Не хотела бы вас расстроить Все, как моя мама говорит Путевые мужики уже при своих Все пристроены Прекрасный Игорь вдовец Но это мы Вспомним, когда будем уже кого-то советовать А вот сейчас про Алексея Чудный мужчина Веселый Легкий Никого не предал Никого не обманул Ищет себя Имеет право Все понимает О том, что нужно работать Зарабатывать Так вот он работает И зарабатывает И поверьте мне У Алексея получится Потому что Потому что приезжие Потому что голодные И поэтому знают Что это такое Когда у тебя нет денег Поэтому будет так копытом бить И опередит очень многих Если зайдет, выйдешь? Нет Начинаю? Точно Думай Нет Нет, я ничего не против Пусть женятся Размножаются, как говорится Но меня вот только вот прямо Резануло мне слог Я специально даже Потом еще в уме повторила У него сначала отношения Семья, дети Ну и там ла-ла-ла И дом последний Ну а почему бы сначала Дом построить, да? Потом отношения Потом вот дом Все время где-то взади Потому что когда он построит дом К нему любая дура придет Вот, вот А ему хочется тоже Понимаешь, он достаточно молод У него прекрасная квартира съемная Ему хочется ровню Которую ему будет помогать Которую будет поддерживать Понимаешь? Ровню, правильно ты сказала Ровню Они привесе А они у нас не ровня Ну по крайней мере Хочет она не ровню Ну конечно Каждому мужчине В любом возрасте Хочется, чтобы любили Его не за дом И не за обувную фабрику Не за свечной заводик Которая есть А за то, какой он Сам по себе замечательный Ой, зацепил ты Это не про меня Ты знаешь, что про тебя Она типичное Дитя городских джунг Вот Алексей замечательный И вы улыбались Первый раз за всю программу По-настоящему Когда он вас развлекал Правда понравился Нико обенился Шапку снял Потом в нем есть Вот эта Какая-то милая Такая стеснительная Если бы Алексей не выбирал В своей жизни Настоящих таких Снежных королев Потому что его профиль Это девушки странные А нужно обратить внимание На ту, которая будет Так же открыта Как и он сам Конечно, это мужчина Не для вас Потому что Чтобы дозреть До удовлетворенности Вот таким типом мужчины Ну, вам нужно Какой-то еще путь пройти И боюсь, что И ему тоже с вами Будет тяжеловато Но я не сомневаюсь Что он свою судьбу найдет Кстати, в будущем Он не просто будет актером А будет занимать Управляющие позиции Какие-то То есть его путь Все-таки из актерства Из творческой среды В управление Очень скоро мы узнаем Какой выбор Сделает наша невеста Не пропустите Сергей и Дмитрий Если вы настоящие друзья Вы, Аня, посоветуете К кому идти? От чистого сердца Я имею в виду Ну, наверное Все-таки К наиболее старшему Аня? Я не знаю Как другие считают Но я сделала свой выбор другим Аня, вы У меня к вам вопрос Вы в погоне за счастьем С этими перелетами в Израиль В поисках мужчины Там Потому что там тепло Там хорошо Немножко себя потеряли Вы внешне Как будто не сегодня Немножко у вас такой Замученный Взрослый вид Немолодой девчонки Вы тяжело живете И стремление В свои проблемы На чьи-то плечи На взрослого мужчины Как вам кажется Взвалить Я его тоже понимаю Но поверьте мне Если вы свяжете Свою жизнь с Алексеем Вы будете выглядеть На свой возраст Она привыкла В зоне комфорта Жить, когда ей в принципе Это ничего Сильно шевелить не надо А почему она сбежала Из той зоны комфорта Потому что комфорт Это не только деньги Понимаешь Когда ты голодная И в буквальном Опереносном смысле Слушать красивые речи Про шаба вместе Не пойдете Дитя кормить надо Каждый день В общем-то И фасад держать надо Поэтому Я называю Это торговец Влиянием То есть Влиятельный мужчина Который тебе поможет По крайней мере Отъесться Вот Чтобы такого Измученного вида Не было Ну Тут С материальной точки зрения Конечно Игорь Которому 49 лет Он еще Это тот человек Это тот человек Который вас тронул Это очевидно Но вы сразу заявив Что пришли за предпринимателем Наверное Нацелились на другое Вот если выбирать Между первым Алексеем И вторым Игорем То будьте готовы К тому Что с Алексеем Прежде чем достигнуть Счастья в любви Придется пережить Некоторые проблемы В его бизнесе А Игорь Серьезные изменения В личной жизни Сможет пережить Не раньше второй половины 2016 года Влюбиться Или жениться То есть Это тоже не тот Кандидат Который молниеносно женится Вот выбирайте Обладая этой информацией Дорогая моя Думаю Вы сделали Свой выбор И он правильный Поэтому проходите Мы вас поддержим Выражайте симпатию Нашим будущим героям Отправляйте смс Их номером по телефону 4151 Нита 23 года Номер 3032 Работает фотомоделью Учится на психолога Видит здоровый образ жизни Занимается спортом Стремится добиться Больших успехов В киноиндустрии Мечтает о большой семье Которую сможет создать С целеустремленным Обеспеченным мужчиной Старше 30 лет Софии 25 лет Номер 3033 Юрист В частной компании Посещает театры И выставки Поет в караоке С друзьями Мечтает путешествовать По миру Предупреждает Что не простит Мужчине скупость Ищет щедрого И рассудительного Мужчину С активной жизненной позицией Мы не знаем Выйдет она одна Эль с избранником Я приглашаю всех Выходите Давайте ее поддержим Ожидал? Да Честно скажу Ожидал Да Как ты догадалась Что ожидал Пойдем У нас есть пара Анна и Алексей Если вы тоже хотите Обрести свое счастье Заполняйте анкету На сайте Первого канала Если вам понравилась Который участник От сегодняшней программы И вы хотите С ним познакомиться Отправляйте Смс с именем героя На номер 4151 Я Ларисе Гузеевой Желаю Чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай поженимся Спасибо Он мне говорил Что у тебя Не голова А башка Потому что головой думают А твоей башкой Только едят Мне нужна та женщина Которая будет ждать Меня с гастролей Во мне Очень много Нерастраченной энергии Которую я готова отдавать Появился пьяный Друзья В таком же состоянии Если к моему мужу Сядь кто-нибудь на колени Вот то, чем она села Я же просто отрежу Понимаете? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok